Друзья, всем привет! Неприятная новость. На мой автомобиль Subaru Forester совершено покушение. По капоту моего автомобиля было произведено два удара предположительно тупым деревянным предметом битой и с учетом того что он был покрыт пленкой в данный момент я пленку уже снял вмятины не такие сильные как могли бы быть на незащищенном капоте я думаю если он был бы без пленки вы просто порвали то есть те товарищи которые это делали они на самом деле очень отморожены потому что дом в котором я живу весь утыкан видеокамерами и найти преступника вопрос времени сейчас не об этом о том как исправлять вот это повреждение так как капот у меня алюминиевый удар произведен был в защиту снизу защита то есть снизу не подобраться к нему ну и собственно алюминиевый капот очень тяжело восстанавливает вот такая вот ситуация неприятная как собственно образовались эти вмятины где-то в час ночи в воскресенье у меня заорал брелок что он в общем машина среагировала на какой-то удар естественно я выходить не стал думаю ну блин кто-то наверное сдавал или парковался нечаянно задел на обычная житейская ситуация утром выхожу к машине и смотрю на капоте вот такие вот две вмятины позвонил знакомому сказал что вот образовалась такая вещь у каких-то видимо подростков скорее всего пьяных зачитались руки ну и собственно приложили битой сделали себе приятно кайфанули от этого я подумал что это было примерно так но мой знакомый сказал что в этот день по телевизору он видел в новостях была акция вандализма по всему санкт-петербургу то есть машины крушили ломали били заливали краской из баллончиков и собственно видимо мой автомобиль попал под ту же самую акцию вот собственно такая неприятная ситуация заявление уже написано этим будут заниматься правоохранительные органы тексту собственно и должен этим заниматься все дворы у меня утыканы камерами все дома вообще их просто немерено и по этой камере вычислить того кто ударил машину вопрос времени то есть я думаю где-то после нового года у того молодого человека которого зачесались руки по пьяни будет хороший подарок то есть собственно статью он себе уже этим действием поднял но во всем нужно искать положительные моменты и я решил их тоже найти для себя решил понять как вообще восстанавливаются такие вмятины без покраски ведь очень много рекламы сейчас в интернете что мы вам восстановим вмятины на автомобиле без покраски очень дешево я думал что сниму об этом контент приехал в одну из таких организаций самую крутую которая находится на первом месте в выдаче в яндексе и они меня расстроили они сказали что краска растянута и восстановить возможности эту краску нет а так как у них нету ход спота по моему называется прибор то собственно сделать они этого не могут я заморочился нашел человека у которого есть этот прибор этот человек приехал посмотрел мой автомобиль и снова облом он не может восстановить ход спотом вот этим прибором мой капот потому что снизу идет усиление то есть еще один гемор машине то есть без вариантов друзья сегодня я еду красить автомобиль нужно других вариантов просто нет и хочу для себя понять как же красится алюминиевый капот потому что это еще одна проблема алюминиевые капоты я так понимаю вообще нифига не красятся но либо только кулибинами российским обычно эти капоты просто меняются нафиг и все то есть они их тяжело восстановить поэтому едем в автосервис которым будут красить мой автомобиль и собственно переговорим со специалистами на эту тему поехали друзья видео обещает быть интересным заезжая прямо гараж где диване вот в этот гараж прикиньте ребят в нем не будут красить мой автомобиль ахренеть впервые в жизни такая тема у меня новый опыт я честно говоря в шоке прибываю от увиденного места где мне планировали и предлагали покрасить автомобиль убедили меня по телефону в том что там делают просто могут красить даже bentley и ferrari то есть высший пилотаж в итоге я приехал в этот в это место оказывается это гараж у дяди вани встретил меня узбек довольно таки добродушный и открыл ворота там лежал капот покрашенный и под лаком и под краской была куча пыли то есть песчинок мелких всяких пылинок волосинок в просто по мусору я вообще шоке от такого такого я еще не видел и мне там предлагали покрасить мой автомобиль чуть было мне кажется не вляпался поэтому ну его нафиг все эти эксперименты едем в другое место приключения продолжаются покраски моего subaru конечно интересная очень ситуация и больше всего мне понравилось то что мне предложили покрасить автомобиль по телефону за 9000 этот узбек посмотрел на мой капот говорит ой у тебя очень сложная краска она очень дорогая поэтому будет дороже будет 11000 потом я ему говорю а ты в курсе что вообще капот алюминиевый он куда тогда будет еще дороже то есть вообще молодец красавчик четко сработал говорит тогда будет просто дороже сделаю просто будет супер но горит попадать в кадр не хочу когда вы будете снимать видео не хочу чтобы я попадал в котором так чисто на такие случаи то есть сегодня все звезды сошлись на том чтобы я там свою машину не оставлял вот так прям ёкнуло в душе в этом мы едем в другой сервис и будем искать другое место для покраски моего subaru приключения продолжаются друзья пока ехал у меня пришла гениальная мысль позвонить на официальный дилер subaru и узнать стоимость покраски капота у меня них оказывается в полкова есть дилер но нет покрасочного цеха в итоге мне отправили на науки проспект науки туда позвонил и мастер мне сказал что стоимость просто по окраске элемента стоит у них 11000 рублей а если нужно еще производить ремонт это еще около 4000 рублей причем так как капот алюминиевый то они могут отказать если как раз находится вмятина в том месте в котором не подобраться а как раз в моем случае это самое то место в которое не подобраться в результате скорее всего меня даже на официальном дилере послали бы нафиг в таком случае они предлагают заменить капот целиком стоимость замены капота стоит 50000 рублей плюс покраска и еще 10000 рублей все-таки путь у меня один это в гараже в дяде вася другого варианта у меня просто нет и так новая локация опять опять любимые гаражи сейчас будем искать место меня уже приглашают здравствуйте здравствуйте добрый день ну что можете помочь мне в этой проблеме кстати капот алюминиевый то есть все геморрои которые можно я собрал то есть капот алюминиевый удар вот эти сколы но смысле вмятины под защитой снизу не подобраться очень полный трындец могу открыть стать капот да вот такая вот ситуация особо данная сюда то может подлезете в левую там есть отверстие правую пока не знаю но если вы сделаете без окраски то я вообще сниму перед вами шляпу мне уже в принципе без окраски предлагали там ход спотом или как там я в этом не очень понимаю но человек приезжал и вроде сказал что не может была пленка сверху я снял да поэтому она и как бы вот если сможете сделать без окраски это будет конечно круто друзья мои гаражные приключения подошли к концу и все-таки я приехал в нормальный сервис евроавто и думаю что мне здесь машину покрасит хорошо об этом и конечно же узнаем чуть позже и так друзья машина чистая сейчас подойдет арматурщик и будет снимать капот для покраски я вот я сейчас разговариваю с мастером и поделился своей проблемой мне буквально в трех местах отказали красить мой алюминиевый капот и я спросил почему вообще это так происходит алюминий очень плохо ремонтируется поэтому всегда идет под замену вот мне так и предложили а замены капота 50 тысяч рублей это просто капот плюс покраска там сказали на дереве вообще мы выходим из таких ситуаций есть возможности есть технологии которые позволяют то есть сделайте нормально и даже наверно в цвет попадете по-другому не умею понял а и и и и и и и вот так вот выглядит теперь мой subaru forester сейчас данный момент подкапотное пространство заклеит пленкой и поставит автомобиль на улицу ну а мой капот пойдет на покраску все друзья ждем такси видим домой через два дня встречаемся мне говорят покрасит машину за два дня мы посмотрим собственно результат принципе евроавто пока решает все что я увидел мне нравится а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не обращайте внимания на то, что цвет моего бампера немножко отличается от крыльев и капота Потому что цвет бампера это пленка Она уже за полтора года выцвела и нужно снимать и переклеивать Приключений у меня с капотом было очень много Александр, вот, рука мокрая Спасибо, вот, лично Александру, не компания Евроавто Это никакая нафиг не реклама, чтобы вы не бомбили в комментариях Через знакомого мы познакомились с Александром И, собственно, я оказался в Евроавто Доверился и не обломал За 9 тысяч рублей, а в 9 тысяч, да, по-моему? 9-100 там, что-то с копейками Покрасили мне элемент А на самом деле многие просто отказывались мне его красить Почему? Я понял Потому что алюминиевый капот, ну, вообще какой-то геморрой с геморроем Ну, есть своя технология Мы ее, в принципе, сделали Да, я это даже на камеру немножко, несколько кадров вставил Как этот процесс окраски шел Там действительно проблемная такая вещь В принципе, исправили, все нормально А у вас сейчас акция проходит По плате не 9 тысяч рублей, а 8-800 дел До 12 слаг, до 10% на скидке на работе Супер, мелочь, но приятно Вот проблем, приезжайте в Евро Хорошо, и всем знакомым посоветую прийти вам тоже подписчики Когда приедете, передавайте Александру привет от канала Толя Питерский Ну, а я, собственно, забираю машину, оплачиваю И на этом все До новых встреч Увидимся, как всегда, в следующих видео До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok